здорово народ всем привет зима уже близко у нас по ночам уже заморозки ну и чтобы зимой нам не консервировать все наши удобства и приезжать уже в теплое помещение мы будем внедрять в нашу баню систему умного дома в прошлом году мы сделали жалкую пародию умного дома мы купили камеру видеонаблюдения и маленькую умную розеточку но сегодня мы сделаем настоящий умный дом центральным мозгом и разными датчиками наша главная проблема заключалась в том что даже при наличии умной розетки мы не знали температуру в нашем помещении не знали когда применить эту умную розетку потому что прогноз погоды не всегда совпадает с реальностью и поэтому мы решили перейти на другую экосистему умного дома уже с главным процессором которому можно подключить различные датчики такие как датчик температуры чтобы отслеживать температуру помещения умную розетку чтобы управлять напряжением электроприборов датчик движения другие различные датчики протечек их очень много вот мы сейчас давайте покажем вам что мы приобрели и как это будет работать приобрели умный дом xiaomi потому что он один из самых популярных один из самых бюджетных к нему есть возможность подключить множество датчиков ну и можно заказать его в китае мы не будем оставлять ссылки на магазин где мы это все купили но мы оставим название и артикулы всех моделей чтобы вы поискали их либо у себя в городе либо в китае и так что же тут у нас есть это центральный блок управления который заведует всеми датчиками датчик движения инфракрасный вай фай розетка и датчик температуры центральная станция наша выглядит вот так вот эта модель называется gtv 3 также у xiaomi присутствует еще другие центральные станции такие как этого и 2 окара но мы выбрали для себя именно вот эту модель так как она имеет возможность подключения к технике apple то есть можно управлять с помощью айфона и у нее есть разъем для подключения питания это micro usb потому что остальные модели имеют подключение через обычную вилку и это неудобно его можно куда-нибудь спрятать протянуть ему проводочек и вот такой вот он минималистичный плоский с одной кнопочкой лампочкой и логотипчиком чтобы подобрать себе базовую станцию вы можете посмотреть другие сравнения на ю тубе выбрать какая вам больше подходит ну а мы остановились именно на этой версии как-то так вот такая у нас умная вай фай розетка к сожалению она имеет китайскую вилку поэтому пришлось под нее вот такой вот переходник использовать возможно в официальных российских магазинах есть уже сертифицированные умные розетки с европейскими вилками но нам пришлось вот так вот импровизировать данная вай фай розетка может подключаться без базовой станции прямо напрямую если в помещении раздается вай фай подключается к вай фай и управляется из любой локации где бы вы не находились можно ее включить или выключить также можно подключить розетку к базовой станции назначать и различные сценарии например при падении температуры до определенного значения розетка будет включаться но чтобы узнать температуру нужно подключить наши базовые станции термодатчик вот такой вот крохотный термодатчик он показывает температуру и влажность прям для умного дома барби но главное не размер а его функционал потому что он коннектится с базовой станции по блютусу и вы сможете отслеживать температуру в комнате прямо со своего смартфона находясь где угодно работает он от батарейки и не требует подключения к сети ну и вот такой вот маленький инфракрасный датчик движения мы приобрели тоже на батарейках работает по протоколу zigbee коннектится вот так же он базовой станции можно задавать сценарии на движение чтобы при определенном исходе событий приходило оповещение на мобильный телефон то есть если что-то теплое подошло близко базовая станция оповестить смартфон что обнаружено движение это датчик мы повесим рядом с нашей камеры на улице хоть он и предназначен до температур не ниже минус 10 но мы попробуем чтобы исключить ложные срабатывания камеры наша уличная камера постоянно присылает нам ложные срабатывания на снег на дождь на комаров на прочие неопознанные летающие объекты и нам это немножечко надоело потому что у нас нет функции там определение человека поэтому будем надеяться что этот у датчик движения будет присылать нам настоящие движения все элементы умного дома устанавливаются и управляются через одно приложение где вы можете отслеживать текущие характеристики устройства также добавлять разные сценарии для них чтобы подключить устройство приложению достаточно либо найти его вручную по списку либо отсканировать qr-код из инструкции к вашему устройству давайте сейчас добавим новый сценарий для нашего датчика движения зайдем в приложение mi home далее во вкладку автоматизация здесь мы добавим новую автоматизацию и создадим условие если выберем датчик движения обнаружен движение то затем отправлять уведомление на устройство все сохраняем и теперь при срабатывании датчика движения нам будет на телефон приходить ему давление от движения датчик движения мы повесили сейчас я туда подойду и проверим как он сработает данная вай фай розетка рассчитана на мощность до 2 киловатт и сейчас мы покажем как она работает на примере 4 ватные лампочки просто открываем приложение находим там нашу умную розетку и нажимаем кнопку включения на неделе мы уехали с дачи и оставили наш конвектор подключенный через умную розетку и когда настало время вернуться мы с утра включили удаленно наш конвектор и уже к обеду он разогрел помещение до комфортной температуры датчику температуры и розетки можно задавать один общий сценарий например когда температура падает до определенного уровня автоматически будет включаться розетка но пока что мы так делать не будем будем все контролировать вручную пока что это все датчики что мы подключили но в будущем мы планируем совершенствовать нашу систему и например подключим датчик протечки воды в наш кессон ну что ж друзья давненько мы не готовили шашлык с гранатой а и Субтитры сделал DimaTorzok Небольшой ловхачик, если вы не знали как легко и быстро очистить гранат, то срезайте сначала ему голову, смотрите где у него идут вот эти вот прожилки от центра к краям и вдоль прожилок вот здесь вот по всему гранату нужно сделать надпилы, а дальше он сам раскроется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все, наш дом теперь точно стал умнее, чем его хозяева. Да, что не сделаешь ради комфорта в 20-х годах, попрошу на минуточку заметить, не тех 20-х годов, где на лошадях катались, а вот нынешних. Поэтому желаем вам уютных, красивых и безопасных домов. Ну а у нас на сегодня все. Всем пока! 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 Пока!